владивосток когда-то главная крепость россии на востоке теперь спустя много лет это крупнейший город на всем побережье известнейший деловой центр где деньги решают все неудивительно что иностранная культу культура уже прочно пустила здесь свои корни пока на верхних этажах многоярусных небоскребов совершаются многомиллиардные сделки внизу у их подножье якут за дзайбацу и прочие мелкие банды сталкивается в борьбе за территорию среди них и шиноби настоящие мастера и тренированные ассасины которым поручено выполнение самых опасных и хорошо оплачиваемых заданий но даже им нельзя расслабляться здесь во владивостоке где события поджидают на каждом углу всем привет да и ждал нас здорово круто что ты назвал якуты и дзайбацу мелкими бандами да в общем еще не мы играем да сегодня мы играем шиноби это ролевая игра основанная на абсолютном рандоме и на том что мне ничего не надо готовить мне как геймастера потому что внимание внимание впервые в жизни я на камеру геймастер мой первый раз можете про это шли в чате я вам разрешаю да и можете меня смело троллить за то что я ничего не стал ничего не знаю потому что потому что неважно что неважно и так да дай мне или коммунитом андрею управление над саней я дам вам сейчас окей до ролл 20 но скорее всего он не будет использоваться потому что потому что так получилось и что лучше делать все повествовательно максимально да потому что на самом деле этого мне варгейм этого мне вархаммер какой-нибудь это про про жизнь и про лучше чатик отпишись на одном ли мы уровне разговариваем это во первых во вторых во вторых не забывать что у нас тут есть система применения фейт-поинтов вы можете дать плюс 2 или минус 2 на любую проверку любому игроку вы можете написать там комментариях кому вы даете и возможно даже на что короче любые пожелания мы постараемся их выполнить всего 150 фейты три штуки за стрим одному человеку вот на самом деле плюс плюс 2 минус 2 это очень много с учетом того что все проверки здесь выполняются двумя шестигранниками да это очень упрощенная система тут не надо зубрить кучу таблич на ощущение как бы тут есть куча табличек но они не про то тут их надо хотя бы прочитать но это максимум что с ними надо сделать да 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 потому что все остальное как бы тут интуитивно понятное хотя возможно 5 боевых навыков на ближний бой это слегка интуитивно непонятно но мы опять ближних да ладно короче неважно самом деле полка просто делают боник да 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 и так я полагаю нам все-таки понадобится сюжет да 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 ты там поясняю тогда зачем что делаешь смотрели посмотрели на карты и так как я уже упомянул во владивостоке все решают деньги и власть к несчастью у этих трех джетельменов которые сейчас окружают меня на стриме не было ни того ни другого попав в какую-то абсолютно идиотскую ситуацию связанную я даже не знаю простите чем вы потом у вас будет достаточно времени это обсудить вы все оказались долга а как известно у кого в владивостоке есть долги тот попадает где дядя ямамото а только попадали где дядя ямамото так просто от него уже не выбирается как бы как-то либо в английском языке long story short сейчас вы все стоите в его кабинете ну хотя конечно назвать бы это было преувеличением это скорее какая-то подпольная комнатушка в одном из многочисленных баров его сети пропавшая пивом спиртом сигаретами странными смесями веществами в общем если зайти сюда тут наверняка можно получить сразу привязанность чему-то но в этом позже сильно да вы все трое сидите перед ним за его огромным столом по другую сторону возвышается он огромный грузный с картинки мне к сожалению нету потому что никто же не готовится к стримам до огромный грузный человек неопределимой национальности потому что складки жира настолько заполнили его лицо что трудно вообще возглядеть где там его глаза где там у него рода где там у него вообще хоть что-то да но ясно только одно сколько у него жира столько же у него и власти в этом городе поэтому вам стоит вести себя с ним поосторожнее за спиной вас стоят пара его хорошо обученных натренированных шиноби его личные прихвостник которые как раз вели себя хорошо готовы в любой момент сделать с вами что-нибудь очень неприятное если вы рыпнетесь хоть в одну сторону итак мне надо дышать простите так много текста не говорил ни разу жизни понимаю и так господа какие бы пути вас не привели ко мне ясно только одно вы глубоко погрязли передо мной в долгах я не люблю распыляться на всяческие термины на красивое описание это не мой стиль мой стиль это дать вам задание и послать вас город если вы вернетесь значит мы будем вести дела если нет станет на тройку болванов меньше и так он достает свою великолепную идеально разрисованную карту всего города и раскладывает и перед вами надеюсь а мое видно да лене можешь сделать на роду с собой был уже пытаюсь у меня почему-то по горизонтали не поворачиваются а потом она типа браузерный ну ладно с принципа оперировать правой части карта еще поделать итак сейчас открыть свою гэмскую карту на которой я все пометил вот так вот сделать а он из 5 или 2 складки живота это достал он засунул руку себе у него карманы значит сейчас у которого из очень большого и так сейчас мы на вы находитесь приблизительно вот здесь как вам нужно быть известно цель же за которую я хочу вас послать это да 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 именно там можете потыкать своими пальцами молодцы то что мне нужно находится в небольшом магазинчике одного моего старого друга если мне не изменяет память расположен он папа 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 где он тоже старость не в радость у он должен находиться примерно вот здесь я понятно да да надеюсь я понятно объясняю все что от вас требуется это дайте до него скажите что вы от меня он сразу все поймет он вручит вам посылку и нужно просто вернуться обратно ничего сложного я думаю особенно для такой тройки сколоченных и уверенных себе парней как вы так что думаю у вас есть вопросы никак нет отлично именно этого я и ожидал от вас способ доставки любой можете добраться как угодно можете вернуться как угодно главное принесите мне то что нужно и не по частям на этом все господа он делает знак своим охранником за спиной вы видите посетители отсюда я чуть клонюсь посылку открывать и не вздумайте открывать посылку я с руками в карманах такое типа глупник просто сутулы такой просто иду выхожу что же тогда открывая дверь ты вероятно видишь перед собой ступеньки вниз в коридоре по которым тебя до сильно стаскивали охранники датащили сюда поднявшись по ним под конвою из двух тяжело вооруженных человек вы выходите в относительно небольшое барное помещение помещение как бы направо от вас справа от вас стоит стойка за пара посетителей слева секундочку секундочку у меня биток посылку открывать нельзя а вас это волнует господа должники спрашивается лоба посылка крайне землю мне задание далее правильно засаленные окна там какие-то пара пьяниц ну как бы бар такой не самый успешный но с другой стороны какой же выбор босс мафии будет жить в приличном баре охранники лишь бы провожают вас до двери и захлопывают ее за вами итак вы в большом городе находитесь примерно как вы уже вот здесь а блин это не та карта не надо карте пингу нет вот здесь раздвоение личности я даже могу описать ситуацию район который мы только что были это даунтаун и сама его окраина один из недавно построенных новых деловых районов владивостока к юго-западу от вас район это еще недостроившийся даунтаун которым полным ходом будут строительные работы севернее вас это промышленный район который бессовестно сливает свои грязные отходы в реку и этого даже не стесняется однако северо-западнее вас то есть вот здесь находится очень мало заселённый район в основном там разбиты всякие красивые парки скверы на всякое такое по берегу риги но знаете когда застраивали город особенно не думали что вот здесь как бы заводы здесь парки вот здесь люди живут они как бы можно сказать практически они случайно выбирали какие районы где поставить я прям не могу да вообще полный киберпанк по другую сторону реки вам виднеется огромные не жилые даже деловые центры владивостока потому что это его главная запримечательность могу сказать им как говорится по секрету что вот это вот это вот это и ход это все деловые даунтаун районы очень настройки деловые и даунтаун это же практически одно и то же даешь тимоха можешь себе цвет поменять на какой-нибудь свет барада дает тоже думаю что надо какой-нибудь светленький возьму себе наверно зеленый так в общем то а что ж мы тут это вы пока пишите тебя кто вообще такие и желательно как оказались вместе начнем с тебя начнем с меня так аж это андрей каша на чем-то кашляно я просто вообще я не товарищ гэм поясните смотри ну опиши себя как ты выглядишь для игрока понимаешь чтобы игрок представляет за кого переживать описать ты просто сказал на встретились просто про как встретились я ну хорошо как встретились мы это потом обсудим такаши со стороны выглядит как какое-то странное сочетание образов с одной стороны это весьма утонченный мужчина с прекрасными манерами с другой стороны одет он в какую-то одежду стил стиле мили 3 напоминает стандартного вояку ходят слухи что раньше он занимался подпольной торговли органов но мало кто сможет об этом рассказать а можно миньку такаши для этого надо другой экран наверное да нет я во всем я наверное во всех сюда принесу будете как бы этот собой ходить тут давай так вот он бум а нет он big но так нормальный тут же условное позначение ну да вы же достаточно условно находимся пока такаши как бы такаши получился очень говорит не персонажем но что же объединяет его с таким человеком как прошу прощения и ёши не может ли ёши рассказать о себе да я и кудза это особое подразделение якутс которые специализируются на скрытности и моде в общем то это суровый вспыльчивый японец который одет в гранж стиля то есть он буквально накидал на себя кучу каких-то тряпок и называет это модным из отличительных черт у него беспалые перчатки это яркая выдающаяся его черта при этом он как бы тут в его образе закралась глобальное противоречие несмотря на то что он пытается не выдавать о себе много информации пытается все делать по-тихому и скрытно при этом он очень импульсивный обычно это ему сильно мешает работе в общем то он профокапился с одним заданием для якудзе и оказался здесь да на отработку его отправили к дяде ямамото в общем то вот так вот и так очень интересно а что же о себе может сказать наш дорогой акаи который между прочим выглядит внимание внимание вот так можно побольше до сделать это ну хорошо давай мы временно сделаем сейчас я забыл тут очень важно скажи пока да да как бы в ходе очень одно очень ужасного инцидента про который даже говорили в строках новостей по страну множество совершенно неповинных людей ходят слухи как будто это какой-то мясник из владика и у меня все тривиальнее я просто поцапался с полицией в общем то за это и куда меня отправили на отработку да господи я неудачно провел множество одновременно причем судим знаешь про событий но поэтому и неудачно ну знаешь что человеку решил сердце пересадить а у него почки как короче в тетрис играл типа один от сюда вот сюда оттуда вот это туда немного так увлекся а манера это безупрессия такой ой оху месье 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 муже ваше сердце торчит наружу итак ладно мой персонаж такая смесь японской и русской культуры в виде смеси японских русских копников вы выглядит как в принципе коренной пьющий японец довольно смуглый носит спортивки там треники все все такое все получается ну и взламывает машины достает магнитолу продает их мы оказался здесь как раз потому что украл не ту магнитолу не у того человека просто случайно оказался с магнитолой в руках около машины с которой только что украли магнитолу загадка до реальное преступление что ж и так это у нас то время вернуть тебя своим родным размером все зрители надеюсь вдоволь на любовались своей великолепной картинкой что же а а блин вам надо верно контроль да да на докину и ups что ж пока я занимаюсь рутинной работой скажите может у вас есть заявочки заявочки что-то делать прямо сейчас что нельзя никак остановить отложить отменить да я дай дай джаз или молчите валения про про нашу свободу здесь в плане нет не совсем вообще понимаю как работает шиноби вот это все как мы там куда идем и так далее смотри свободу здесь работает тогда поясняю для всех короче вот есть сама карта вот эти белый клетки на ней это большие сектора каждый у каждого сектора есть свой тип застройки который поменяет весь сектор собственно в каждом секторе также он разбит на несколько кварталов зависимости от количества улиц вот как конкретно квартал уже делятся на различные здание биток 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 можно прокидывать на события в секторе чему-ка никто не услышал я чинина средние предложения 23 так поясняю еще раз вот есть большая карта она поделена на белой квадратики который осветил вручную фотошопе почему потому что нет функции на автомате не знаю это сектора каждый сектор состоит из энного количества кварталов обычно около 15 20 если ничего не путать 15-30 в каждом квартале есть определенное количество зданий обычно это 2d6 уникальных зданий все остальное забито не уникальными серыми муравейниками которые никому не интересны также в каждом секторе есть свое такое условно крупные события которые я очень скоро буду ролить потому что вы уже вот собственно в каждом квартале который находится внутри сектора могут быть разные уникальные здания типа там аптеки магазины галереи жилье продуктовые клубы что хотите вот то будет можно даже вам делать заявки на поиск специальных зданий то есть не просто противородом а типа я хочу найти вот это вот и соседи человек сосед у меня это карта владика покрыть море запада да в эта карта владика которую я открыл сторонней карте красиво и обрисовал скобочек на локинге делал фильтров и потом сохранил занялись нам фейту и укажешь на этот проброс там упаду да мы как бы прокинем на поиск возможно тут рядом метро есть точнее на метро вообще можно проехать на ту сторону на метро думаю нет это все портовый город и там как бы фиг тебя не метро самый большой самый длинный мост метро расположен новосибирске поэтому не тянет чувак и зима тогда когда я желаю лестнице да вы выходите из бара вы как бы стоите на улице перед вами обычная серая улица как бы окраины даунтауна ну как бы перед собой вы видите обычная господи деревенская украины привет на где вы находитесь ладно чё за район то это районе как я уже говорил это даунтаун деловой район условно не на деревне должно быть похоже да 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 ну это владивосток тут центр владика тут так так тут везде да понимаешь о чем проблема я сейчас открою карту там там три центра в расстоянии одной клетки друг от друга находятся на другую на подруг по ту сторону заливок это вообще как очень интересный город секунду новый построенный район даунтауна тем более что вы стоите как раз на границе его и еще строящегося даунтауна поэтому здесь много заведений не открыто вот этот барон буквально один из первых вот и сейчас как они понят потому что то не только но я предлагаю сесть на ближайшие автобусы просто доехать плевое задание приехали забрали посылку уехали то есть вы хотите найти автобус на основку да да так хорошо сейчас пошло кидать кубы сначала прежде чем я буду искать автобус я считаю необходимым заметить что я должен прокинуть на конфликт секторе и на происходящее из-за этого события поэтому пока ты прокидываешь и как раз скажу что когда я поднимаюсь по лестнице я очень злюсь и на всю эту ситуацию мне вообще не нравится и на кого работать и поднимаясь наверх я и на какой-нибудь из студии в которые не на котором никто не сидит и тебя жмец тимоха ты куда кидаешь что я я нажимаю просто типа ну слева на кино кубик и типа нажимая просто надо 6 почему почему она не в 3d кидается вот генула но это я кинул тимоха ты включил кида не в 3d в настройках у себя ох ну так хорошо реролл чтобы было красиво давай один что это 6 секунд 1 6 и 1 это я роли на события сразу три потому что нам сразу три так 161 да если правильно помню уличная соперничает с наемниками в этом только что открылся секторе даунтауна из-за этого происходит 5 и и 4 а и из-за этого местность блокируется что приводит к бунтам чё это рандом уже в это с кем уличная банда сейчас я даже скажу какая уличная банда воюет с кем с наемниками уличная банда воюет с наемниками из-за чего на улице улицы блокируют из-за чего местность закрывается да понимаешь как бы это только что открывшийся район даунтауна лакомый кусочек для всех банд которые мест начинают на я начали за него цапаться правительство они не хотят эту ситуацию на тормозах она берет и блокирует нахрен весь рай чтобы никто не вошел на население это не нравится но во время всего этого добра всем нашим персонажем одновременно в голову приходит мысль найти магазин нет я думаю что это надо как-то по-другому обыграть да что например короче у нас бонус плюс 2 на поиск секс-шопа думай как как это интегрировать в историю поставлю на кран сейчас поставлю на карандашик что если мы будем его искать мы найдем да ну кстати не факт возможно вы плохи в этих делах знаете у меня внимательность плюс 2 и еще и еще плюс 2 от внимательности за слух и еще по идее ты его услышать хочешь дать как вы прекрасно знаете сейчас в городе помимо никуда зайбату орудует примерно 6 достаточно крупных банд не исключая мелкие формирования гопников и всяких и сейчас в дантауне разборки идут у стволов и пророков это можно подойти стволом спросите где они не вокруг вас они воюют нематериально это от войны которые считают себя допросили спаси сохранить и убер меньшими и высшей расы но при этом они вообще-то веселые тусовщики ребята которые не проще тянуться ну вот такие вот эти как будто как будто бы поля ручка слегка да нам подходит дайте спросить да они 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 там уже нами находится секс-шоп кстати у меня вот есть контакт молодняк из колледжа я я думаю что его можно сделать как раз работников сыр-шопы контакт курьер и сутенюх ладно переплюнул есть контакт боец местной банды да скажи чтоб нас пропустили там так мне лучше знать на при этом ладно неважно персонажа табличек реально тут сколько табличек очень много даже не видишь нельзя посчитать слишком много тут по сути вся книга из табличек создаются до года до до 80 страниц на которых все остальное таблички весь только кэши патрули я могу пригнать вам какой-нибудь отряд бандитов если вы будете вести себя очень плохо мне тут реально очень много табличек против и типа на культуру и есть табличка на определение местоположения у меня при баске при броске гранаты нет я предлагаю просто позвонить знакомому бандит я просто могу спросить чё где-то твой секс-шоп да нафиг нам сейчас секс-шоп ты лучше узнаю как нам выбраться отсюда хорошо да то есть вы это делаете заявку на выбраться отсюда андрей насчет бойца банды скажи мне существует ли у тебя какие-либо скиллы которые могут тебе с этим помочь типа там я не знаю общительности харизма ли чего-нибудь такого есть как не поддержали свои банды но это может быть бандитка генгерчик есть когда умеешь статьи одного городской выживания я знаю как то лишь мигнуть меж улучшена ситуация вполне нестабильная поэтому улицы патрулируют полицейские где-то там пар машинок биток андрей андрей спасибо что не стрима выбраться возможно возможно что выбраться можно использовать городской выживание кста я вам скажу так если вы будете выбираться не через компаньона фейта сани идет никуда потому что по-другому признать это никак не могу но это же не обязательно прям в этом районе мы можем раз рефери мы можем забрать посылку собственно из этого заведения справедливо справедливо но с другой стороны не открывать посылку он сказал да не отбирать посылки целый да да не по частям так если сейчас вы хотите использовать городского выживания да тогда ролл городского выживания наш мистер выживальщик у нас есть два городских выживальщиков тогда вы выбираете лава у кого скиллы по глухо скиллы хотите помощи так вас обоих у меня и уйдешь сюда я шуте есть у меня граждане нету не скаминь вальца как-то лидер актив лидеры доминант отпускай кидай поведет всех поведет то что прокинуть и потом сразу по поводу того куда идти сань можешь открыть очень светлой на экране плюс не могу смотреть если его закрою ну в дверь два окна типа я буду очень плохо видеть и так все очень что ж ты вполне успешно прошел вы на окраине донтауна тем более район не оба это что такое а почему-то а почему андрей ролл d8 я потому что без кликнут раз так эти прошу прощения совсем забыл нам же наверно сменить музло которое тут фигачит уже одно и то да да можно так и дожди команды requires youtube вейт вот подожди а как он как он как выбрать текущий поставить новые смысле ну просто новую ссылку вкидываешь и на следующую тыкаешь если если у тебя спасибо деду за кота на веро понятно и так вы вполне акции какой вы хотите пойти выходить против новостройки на западе от вас или в промышленной на севере а может ходить разрезать и пойти в нежилые районы на северо-западе вы чё через нежилые идти как проще там нас там менее палевно да вы вполне успешно так кого из вас не использовать для отображения буду использовать сами потому что он самый стиль так вполне успешно вы вот так топ 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 преодолевайте пару патрулей задевавшись где-то там какие-то митинги разгоняют вас слышите звуки вы успешно проходите мимо и выходите собственно в нежилой район конечно же это районе жилой но это не избавляет его от конфликтов конфликты везде понимаете андрей вернулся бери хорошо и так и так и так прямо сейчас я найду так 2d6 11 классно пока вы а кстати пока вы проходите мимо и пробираетесь через какие-то по парке и скверы вы видите как купы сажают несчастного бродягу в машину и увозит его куда-то злобно хохоча а бродяга из окна истошно кричит про полицейский произвол потому что его права ущемляют в этой свободной стране не большая завиточка этого произвола почти спорта возможно рост да у кого-то из вас обливается сердце кровью нет не плевать да между прочим даже могу заметить я всего лишь снежок кинул но в этом секторе насколько вы слышите насколько вы читаете по обрывкам газет и объявлениям которые висят на деревьях наркоторговцы недавно преодолеть ячейку якудзы что возможно вызвать неоднозначную реакцию сердца в виду того что настоящий джентльмен должен помочь человеку в беде придется мне впрягаться за бомжа короче опа на опа конфликт в общем и так но собственно мне что описать детальную боевую сцену как будто вы тысячи дворец и бить его по лицу на самом деле довольно старая полицейская машина как будто она еще ну знаете из нашего времени там мигалки по износились какие-то окна потертые один полицейский сидит за рулем второй усиленно заталкивает этого бомжа в машину пока что полет про произвол и андрей ты когда он озирается вокруг поисках помощи вы с ним встречаетесь взглядом и ты читаешь тоску и отчаяние в него бездонных глазах я вижу что происходит какая-то хрень такой такаши чё не отвлекайся настоящий джентльмен должен помочь приключения 20 дошли до того магазина и вышли все никаких по пути ничего пойти хочу просто схватить его как бы за за я убеждение могу как бы кин знаете труда силу не советую прокидывать я носил плюс 4 броски у меня убеждение вот 7 убеждения 2 и она вкачаны на выкачаны получается еще нет это пока андрей козь не вкачана я сейчас меня более 5 и ним волю надо покидывать против убеждений и пытается ешь и убедить чем-то ну ладно не нашу волю прокидывать а мне что там роли то есть 2 до 6 2 до 6 до у вас обоих они вкачаны поэтому никаких бонусов тебя не получают 7 я раз нас стоите и спорить и между собой и возможно именно гопник в полосатых штанах сможет решить ваш конфликт я поворачиваюсь ему ну дружище помоги ну объясни ему каши и как бы плюю на землю когда уже подхожу вы что-то тормозишь пошли уже чего нам тут ждать быстро ходили вернулись бомж который упасит локали в машину яростно кричит про то что сегодня это он на завтра это будете вы я я хочу крикнуть да заткнись прошу занятий не нужно за такой человека когда он хочет высказать свое мнение бомж кричит тебе сам заткнись я хочу на скрытность и на дайвик это 6 это этот навык нормально то есть да ты в последний момент буквально скрываешься от года полицейского до ближайший кустик и теперь тебя почти никто не видит потому что все увлечены эти противостояния вокруг полицейской машины редкие белки которые до сих пор не увидели здешних скверах я хочу достать пистолет с глушителем и лазерным прицелом по полицейский тем временем хватается за свой пистолет на поезде и вытягивает руку перед губником как бы в его глазах считается мольба страх и решимость погоди я слушай я там по идее должен быть не знак мы должны присоединиться одновременно пойти подойти так знаете я думаю это тянет на проброс на волю для полицейского очень странно выгодящий он он пытается остановить вас на увидеть что и ему не хватает силы воли он резко разворачивается открывает как бы переднюю дверь просто падает на сиденье и это говорит обуга не гони гони говорит второму и просто топит на сиденье второй полицейский только что подавился пончиком перепугавшись взялся все силы на гад свечивает отсюда как можно быстрее я хочу сразу же не знаю смогу успею я не или нет короче выходить 100 лет а у тебя это это выхватывание нет к сожалению и что ты хочешь после этого выстрелить я хочу выстрелить конкретно я хочу прострелить грёбанное колесо мужа ок так ну чтож я думаю это отлично тянет особенно просто стрельбе потому что это все-таки улица сквера пока перепугался покажем операми пока хочешь проглотил биток и лео прикол в то что у меня скорее всего чаще бы отвалился меня тут качается еще фигня обойти на параллельно я думаю это будет примерно с попадания на минус 2 потому что все-таки машина движется да ты еще как бы я могу используя свой навык вождения по факту не знаю как бы как это работает просчитать траекторию у него имплант на скорость мышления ну у меня есть ладно быстрый сон у меня есть макрозрение могу видеть очень далеко увеличивать бинокль короче да в глаза ладно смотри у тебя вождение кидая вождение если пробросишь тебе штраф отменяется на стрельбу в комплексе систем проверок а до 12 классно 1 2 то есть 30 нет ты пусть она слишком неровная ты слишком в ярости на этого бомжа и на эту машину чтобы что-то это 8 8 но минус 2 это по идее 6 ты я разно стреляешь в сторону в спину знаешь как киану ривз в этом на гребне волны но не попадаешь пули проносятся мимо задевают какие-то кусты и считают в траве вместе с ними считается полицейская машина вашей зоне видеть я как плюю на землю тупы как же так можно было надо было помочь человеку я знаете как этот как в меме гмр который уходит вкус только его там обратно выхожу параллельно складывай пистолет обратно в кучу своей одежды все эти можем я его в кармане держу короче одной рукой я держу в кармане у меня огромные карманы на штанах я одним одним в одном кармане тупо держу пистолет все время в другом все время держу свой нож это было весьма недальновидное действие недальновидно было эти помогать ему тупой ты медицинишка заколебали уже сраться мы либо уходим либо мы уходим сейчас все вместе либо я один пойду доставлю эту посылку и вам ничего не засчитают к сожалению нам придется продолжить путь в такой обстановке что ж ладно вы я думаю успешно выруливаете с этого скверика на главную улицу что тянется вдоль берега и ведет даже в некоторых местах к воде правда не то чтобы в этой неделе захочет купаться или плавать или вообще зачем-то она здесь нужно для декора так сказать не киберпанк он такой но в общем то да вы вполне себе успешно выходите и можете попробовать подловить автобус там или такси я хочу попробовать посмотреть если тут где-нибудь камень в подворотне машина который будет не очень заметно можешь мне об этом сказать нет я просто просто поэтому смотрю пока вы проходите пока ты загадочно ищешь машин на улице не говоря никому ты как бы видишь как я тру свой подбородок такой и посматриваюсь и сделала так вообще очень палево что это находишь это какая-то оторванная киберконечность какого-то я сейчас найду что тебе надо прокинуть чтобы ты внимательность там какую-нибудь которая есть у меня я могу на роте вам что на дороге чтобы как бы узнать что на дороге что на дороге на дороге 1 и 6 1 и 6 это папа папа спорткар где-то около сквер стоит припаркованный спорткар похоже на пустой людей на себе да тут рядом точно нет никакого наркоторговца я же говорил вы заметили до этого оторванную киберконечность до людей людей да пожалуйста мне таблицы на все пока это делаю на эти как прокидываются эти отмычки где работа четверка нет пусто и скорее всего даже не кто-то там какие-то выбранные парочки милуются в скверах кто-то кажется нюхать что-то со скамейки ну знаете обычно на вас никакой внимание не обращают ну как бы я хожу к этому спорткару я хочу прокинуть до хрен знает на что там нет такого навыка на вождение наверное чтобы взломать а там кого-то есть отмычка страница 39 так там ничего не написано типа отмычка это как литера ли отмычка похоже как в скайриме да очевидно ты хочешь спорткара и взломать да я понял ну как бы я бы найти подход к большинству автомобилей так что как бы ну теоретически да не хочешь просто если там стекло велики спорткара если если не получится ну блин один в багажнике поедет что делать подождите а у кого сколько сила прокачано нисколько вождение способность про транспортом в бою или иных экстремальных ситуациях кроме того персонаж с этим умением знает как отслуживать и чинить средства передвижения значит и взламывать справедливо кидай вождение ну а может я за тебя буду кидать чтобы на стриме было видно блин я люблю кидать дайси ладно кидай ты дайси это крит победа 6-6 когда ты подходишь к твоим мастер скринлянам замечаешь что машина вообще-то даже не заперта ключи свечи в замке зажигания там даже мотор как бы спинка сиденья отрегулирована прям идеально под тебя удобно продавлены кресла все еще тепленькое как бы дальше какой-то шора в кустах я хочу опустить окно как бы и залезайте один-то в багажник пока и шотган но я совершенно не собираюсь сидеть сзади оставайся здесь ты можешь пробросить на силу чтобы распихать остальных типа влезть туда же куда хочешь посередине на коробку перед хотя бы наверно автоматически так аша да успокойся ты мы тебя запихнем чая на скрытность прокинем и где так утрамбуем что все вообще никто не заметит я вынужден заметить что сидеть в багажнике да мы же угоняю быстрее надо чем-то тормозишь да именно такая же залезай да 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 прокинь на силу тимоха я сам сейчас в это время близлежащего сквер вы слышите крик чертовы на руки где моя рука и ускоряйтесь шаги я это не то аж рейх надо в общем андрей нет я нужно силу бутылки люди насколько 8 но я так у тебя плюс 4 бонуса я думаете можно давать плюс 2 потому что видно меня ну то есть плюс четыре у меня силы да там это немного не так работает там типа если ну короче ладно у тебя есть бонус на силу у меня сила и еще к сверху к силе плюс четыре если чё ёкало моне у тебя сила есть мышечная матрица стоит план силы но у меня есть будь зюц если он будет сопротивляться доставлен нож я типа противно силу двенадцатом знаешь как только ты ёши хочешь там что-то меня затоит причем ты кому-то берешь знаешь пытаешься сдвинуть стену просто совершенно ноль реакции рефри напомни-ка айкидо это айкидо это как раз про перенаправление энергии да 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 то есть если он захочет ну да и ты можешь атаковать я привелишь как постепенно знаешь там в некоторых местах чуть-чуть и рубашка порвалась это видно такие механические мускулы напряженные сначала короче сначала я подхожу такой все еще с руками в карманах и короче хочу ногой ему прям по под коленками ударить чтобы он повалился и я хочу добавить к этому свое айкидо так чтобы дополнительный импульс попробуйте 12 ну давайте давайте но это уже 10 у меня 9 и у меня 10 я я нашу трунику короче собой не хватает мне на 9 и 10 на то чтобы он упал ну вообще по идее я думаю все таки совместными усилиями понимаете андрей напрягает мышцы а ты бьешь его по ногам он этого слегка не ожидал он привык от берега а спустя как бы пару секунд неловкого оттягивания андрея в разные стороны мы все таки смогли схватить его хотя бы удалось что с трудом я думаю что это как как раз знаешь я я бью одной рукой по спине андрея другой руке по багажнику так что он открывается а каю по ногам чтобы он упал туда так что скрытность скрытности от леонида на вместимость багажника хорошо сейчас это 7 из 5 все на все нормально да но багажник не сказать что комфортно но в принципе ты не помещаешься андрей все хорошо так аж просто потерпи и ты видишь за закрывающийся багажник знаешь когда я падаю там слышно как я ищу металлическим напряженную мускулу там знаешь как звук металла отвлекал а теперь я просто по-быстрому забегаю потому что я понимаю что человек сейчас из кустов к нам да я я тоже заскакиваю буквально литую окей окей я думаю Саня трогается да я гоню да когда он трогается ты слышишь какие-то ничемердельные клики из кустов и какое-то возмущение и дребезг металла из багажника я думаю знаете машина немножко так ходит виляючи типа да не виляй ты там да как вы посмели спустя пару минут этого перекрикивания из багажника благо что вы были на пустых улицах вас никто не слышал въезжайте в район муравейник как нетрудно догадаться это район в котором живет очень много людей и по смезлице находится мост практически низкая возможность попасть на другую сторону парам-пам к несчастью муравейники не все спокойно ведь во владивостоке никогда не спокойно и поэтому здесь происходит сейчас узнаем уличная банда амбиции коллектив хакеров как хотите это интерпретируйте знаешь как бы вы выезжаете у вас как бы разговор как бы один начинает я слышу что-то про уличных бар второй добавляет да кажется что связано с амбициями и третий из багажника такой тут замешан коллектив хакеров мы можем этом я думаю что мы можем просто радио в спорткаре слушать и там мне кажется что местная банда такая типа мол здесь захотела тоже этот сектор по себе прибрать и такая типа хакеров заплатил и они короче нахрен все эти светофоры на красный переключили везде при этом понимаешь как бы это не абы какая банда эта банда вмазанная церковь это бывшие зэки и ветераны войны которые воюют беспощадно на улицах потому что вообще-то боевая банда они не страшатся ничего и готовы всегда навести любую движ и суету особенно там завершены большие пушки и стони маловажно они воюют с вашими старыми знакомыми стволами и пророками которые засели в другом районе потому что понимаете это как бы ветераны войны а стволы и так да и чтоб что конкретно кстати где где наши трунка что конкретно мы видим что конкретно происходит я трунки же в кину музыку не а ты может у нее отрубилась автоповтор а я залупил все залупил и так так ну хорошо даже можем давай и так эти события в секторе приводит к целому д6 коллектив хакеров что же он натворил он открыл пятерку наркот подожди хаос а ну да правильно как бы светофоры на красном желтый зеленый ничего не понимает посреди этого бегают бывшие зэки с нашивками на рукавах и стреляют из автоматов и везде разыгромы неразбериха ничего не понимает да я думаю тебя напротив причем я думаю с минус 1 потому что у тебя очень тяжелый груз-багажник это все-таки спорткар на такое не приспособлен что насчет устроить как как ралли я я могу своей внимательностью направлять я уже 8 8 8 пара распада несла на поворотах пару раз ты не сбил какого-то безумного вояку с горящими глазами но в принципе нормально хорошо по рост и едва не ты очень стараться на не смог и и да ты вполне успешно выруливаешь а так как это муравейник тут еще как бы огромные застроенные города ульи и я так понимаю на улицах огромная толпа это узнаем 4 скорее всего да скорее всего там все очень плохо так урон по динсову глава как работает транспорт большой грузовик остановка разрушения модификаторы вождения а подожди а у тебя ты 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 едешь очень быстро модификатор прорыв вождение 2 кого у меня даже с модификатором плюс 2 к сложности смысле у меня даже с этой сложностью будет про пройдено все равно будет у меня вложить у меня владение вождением есть плюс один типа за сложность так что я прошел и когда справедливо ты очень успешно проходишь но я бы к несчастью когда ты эпично за три стола выруливаешь на мост ты понимаешь что у вас проблема вас пробка потому что это единственный мост из одной половины города в другую и сейчас там как бы ну понимаете ночью времена особенно когда на одной его стороне устроил не в стороне дикий хаос на да можно что узнать типа насколько там те у машины 1 1 высоты на пробке стоят машин 1 высоты хорошо давай прокинем d6 и я тебе скажу насколько это будет плохо d6 4 но знаешь такие разновысотные достаточно да то есть там бывают какие-то и грузовички что-то везут и какие-то минивэнчики и спорт карточки какие-то ну правда в общем одна а ты что хотел узнать я хотел пробежать по крышу в общем да ты можешь добровольно стоять пробки примерно часа полтора и достанется примерно до середины моста а можешь вообще-то боковые части по которым ходят люди они тоже заполнены роном потому что как бы час пик даунтаун особенно перестрелки все дела в общем вам нужен какой-то быстрый способ переводится ту сторону моста но пока его явно не видеть там есть как бы даже явно есть какие-то балки или типа чё пока который тебя под и лагу поддерживающие обновить поддерживающие опоры которые как бы в реке ну кстати брюки тоже находят корабли там не сильно много поддерживаешь и сверху рефери скажи пожалуйста пробка в обе стороны да боюсь что в обе стороны ну а на хрена им ехать в бунты я как ты можешь определиться венаметанным взглядом кажется с той стороны тоже не очень хорошо поэтому возможно примерно половина из тех кто стоит на масте они сейчас находятся в результатом кризисе не знаю куда им ехать возможно просто стоят потому что мост это самое безопасное место которые типа есть пока что на обе стороны города так это из-за них тут вся пробка образовалась так наверняка да они стоят на них просто аааа да яра яра дозе ёши у тебя же есть внутреннее ухо правильно? да у меня есть внутреннее ухо нам придется тебя оставить здесь прости такаши мы правда пытались но это будет очень подозрительно если мы сейчас достанем тебя из багажника ухо это че это идеальное равновесие я так понимаю вы с ним перекрикиваетесь через багажник нет у нас же у всех есть радио гарнитура через гарнитуру мини гарнитуру как то вот так меня слышно наверное очень похоже очень похоже так в любом случае кстати говоря могу вам сказать что пока вы натужно обдумываете судьбу мира и решаете что вам делать стоя где-то в сторонке от моста вы внезапно замечаете агентов дзайбатсу которые очень точнее мы знаем как они к вам относятся они конечно тоже вас замечают и при этом при этом они они вас не заинтересованы они делают свои какие-то дела там дзайбатсу ну знаете пытаются кажется ставить бунт хаус возможно возможно отравить ему пидруху ну как обычно короче после того как ты сказал что вы хотите меня оставить прокинь на силу а я до чего я же сам прокину такой бицок а вот роль 0 то есть 9 плюс 4 13 я хочу выбраться просто из багажника 13 ну ты вполне так то успешно выбираешься из багажника я думаю вы просто слышите как режет металл это пух багажник просто отрывает мне по 13 силы идиот какого хрена ты делаешь я разрабатывал план как тебя оттуда вытащить а ты че ты аааа скрытность именно в этот момент агенты дзайбатсу обращают на вас внимание они обращают на пролетающих в их сторону багажник да 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 знаешь и судя по тому ты же сам из дзайбатсу если мне память не изменяет да они возможно узнают легенду как бы ходячую среди них мясника из Владика да из Владика такой и они такие смотрят и тут и я такой из багажника встаю такая гора просто они они как бы они сворачиваются в свои дела и идут с тобой поздороваться и вежливо спросить а что это у вас тут происходит при этом как бы подозритель зовет свои руки под плащи это три агента так а мы с Акаей сейчас в машине или вряд ли да мы уг Dual они я который я хочу скрыть на выйти и короче за машины прятаться то так но это десять это си из пяти пяти ее успешно прятались за машиной Возможно, кто-то чуть менее расторопно Но нормально В общем, Андрей, я думаю, стоит и отряхивается От пыли и каких-то веществ Которые, возможно, были насыпаны в этот багажник Недавно Когда к нему Да, вот, например, Андрей Когда к нему подходят Три из его технических коллег Один из которых подходит и спрашивает Здравствуйте, джентльмен Ну, разрешите поинтересоваться Что вы делаете? Рефери, у меня такая заявочка Я хочу подготовить Дегаз, гранату И газовую маску, чтобы, если что, очень быстро Всех усыпить Я просто хочу заранее достать пистолет Так, стоп Какого пола подходит ко мне корпорат? К вам подходят Тебе подходят три корпората, все они мужчины Они выглядят довольно Молодыми, и знаешь, они Смотрят от тебя таким неким благоговением Похоже, что они только недавно поступили на работу Но уже наслышан о твоих подвигах Просто я прокидываю на соблазнение Во-первых, во-вторых Мой спин звучит Уважаемые Как же вы можете подумать на такого джентльмена Манера которого превыше всего Что я мог что-то плохое делать здесь Выходя из багажника Это же первая рка Жожи Ты знаешь, что ты такой, типа Долавываешь багажника, такой, типа Манеры Манеры Мужчины Тупо желатом Так, ну Давай кидай соблазнение Или этим не стоит заняться Роль Рони ты мне просто Искать среди вклад Так Одиннадцать Ты со свистом проходишь И все они очарованы тобой Как говорится Глядь, я на такого мужчину Даже натурал подумает Ну а может все-таки ЛГБТ плюс стоит в тегах Они просто видят Вот эти натянутые Просто Рубашки поверх металлических Ты мог еще спотеть пока выбирался И поэтому Слухо просвечивает Как, в чем находимся, Рэфи? Вы сейчас, я думаю, прячетесь За машиной с обратной стороной А вокруг что? Как бы что вокруг? На самом деле Довольно эронично Потому что на улице Это центр мегаполиса И сейчас его улицы заполнены Я сейчас не видят вот это Возможно, да Я сколько прокинул еще раз Там одиннадцать, да? Одиннадцать, да Ты очаровал даже металлические сосочки Можно нам эту маму зонку Ничего более подходящий Я, я слышу Я тупохи зоны стоят Окей, слушай Я предлагаю Он тут разберется Пошли пока Наташа, что-то мак-жин идет Да Эти челы сразу лепечат ее Мол, там это да Да, конечно, конечно, конечно Все, 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 понятно Откуда это тебя отводя взгляд И смотря в пол? Я по радио Попроси предоставить нам транспорт А смысл? Я говорю тут про А смысл вам транспорт? Тут пробка Не проехать Нет, за пробкой Хотя там идти-то ничего Ну я пока Пока все с разговора происходит Я просто запрыгиваю на ближайшую машину И иду по крыше Я хочу с толпой С лицами скрытные Я не совсем понимаю Какой смысл транспорт Где вам нужно достать Все еще С руками в карманах Один И займаться у него Посмотрите Может вам чем-чем-чем Помочь? Извините А не могли бы вы Помочь мне С моими друзьями Как-то преодолеть Некоторое Затруднительное положение Ввиду Нахождения нас В этой Беспросветной пробке Вертолет Вертолет Закажи вертолет Ты знаешь Ты говоришь типа Помогите мне И моим друзьям Показываешь назад И в это время У тебя сделаешь Гопельник Идет покрытся машиной И человек С гранатой Газовой маской В руке Тихонько уходит в толпу Они смотрят Они так смотрят Я так свои Прикрываю бицухой Просто флексив В любящий раз Чтобы отреки Ты заразил их Абсолютно повал Поэтому они говорят Да, да, да Конечно Мы сейчас Вот Пинаются Эй, ты Давай Вертолет Скорее Смущенный Убирает деку Там срочно Созванивается Говорит Да, да Представляешь Тут этот Ну как его Не сник Нам срочно Вертолет Понимаешь Быстрее Быстрее Он Судорожно Сворачивает деку После разговора Поворачивается К тебе Говорит Да, мы Предоставили Буквально Минут через 10 Все будет лучше Виде Конечно Прямо здесь Спасибо Спасибо Давай сюда Я прячу Гранату Газовую маску Выхожу из толпы Как настоящий джентльмен Перед тем Как он мне это сказал Я такой Проходя по одной машине Там чел Короче Внутри Начал взмущаться Я такой Эй Рыло Завали Там После чего Слышишь Типа Возвращайся Такой Ладно Топаешь Тишний раз На машине Уже Уже спускаясь Машина Подпрыгиваю На ней Так ударя Оставляя Ни след Сверху На крыше Возможно Ты не заметил Но этот Человек Которого Ты только что Так ужасно Оскорбил Был Подожди Он Был Четыре Или нет Четыре Четыре Ну В общем Ладно Ты можешь просто заметить Что у него была Неестественно Сбухшая Мускулатура Это все что ты видел Че там Синтольщик Который грозил Тебя Знаешь Из машины Да Возможно Зинуться Вон мой брат Андрея Если что У нас есть Свой Халк Да В общем Вы Действительно Дайбатсу Мгновенно Стараются В толпе Возможно Андрей Еще некоторое время Ловит о себе Их восторженные взгляды И спустя Действительно Пару минут Небо Озаряется Таким Шумом Винтов И над этой Площадью И дорогой Появляется Вертолет Который сверху Сбрасывает Ва веревочную Лестницу И Объявляет Подожди Все поднимаются И я последний Поднимаюсь Такой как Мэри Поппинс Такой Фанатом Актуально Внутри Сидят Двое Пилотов Примерно Такие же Юнцы Как и те Которых Вы только что Встретили Они Благоговейно Смотрят На вас Один Считает Это место Куда нам Надо Там Было Название Какое Он Ткнул вам Пальцем По карте У них Есть карта Где-нибудь А Карта Есть На Если я буду Видеть Что он Плохо Водит Я Короче Просто Его Отталкиваю Сажусь Вместо него Да Возможно Вас Встряхнуло Пару раз На Время Пути Возможно Консоль управления Стала Слегка Более Потной Чем Она Была До Того Но Все Так Вы Конечно Долетели И Летит И Все Это Дыхание Я Каю С Так Ну Ка Поправьте Меня Если Не Не С Да Да Вроде Да Ой Биток 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 Вроде 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 Все Окей Вы Проледаете Мостом На котором Какая-то Огромная Куча Порог Пролетая Над Даунтауном Что Начинается Прямо За Мостом Которым Прямо Сейчас Происходит 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 Что происходит 325 325 325 Ну Какая-то Там Где 325 Блин 325 Где Окажется Банда Банда Изменяет Наркоторговцам Ну Какие-то Обычные Дела Что Мелкое Незначительное Вы Пролетаете Прямо В промышленный Район Внезапно Вовнут Высятся Трубы Там Знаете Прям Дым Опять Отход Отливается В реку Всем плевать На экологию Киберпанк Социальные Подтексты Ловко И эффектно Маневрирует Среди Больших Стволов От фабрик Пилот Аккуратно Высаживает Вас Прямо В точно Указанное Место На карте Вам Повезло Что Это Небольшая Площадь И Так что Где Он Полетит Близко Вам Не пришлось Прыгать Большой Отдохновение Уют И Покой Это Площадь Как ее Называют Вообще Ее никак не называют У нее много Названий Но Когда В Место Сети Лаги Востока Говорят Давай Сходим Отдохнем Все прекрасно Понимают Что он Имеет Ввиду На самом деле Это Целая Небольшая Улица Которая Взащена Всякими Вырезками Фигурами Женщины У которых Сразу Три рта Ну Знаете Как Все Любят Я думал Там будет Шесть Толон 69 Лма 228 Че там Только Нету В общем Да Я не знаю Что там Было Я ХЗ Стату Еще Есть Вот Кстати На самом Деле Интересный факт Недавно Читал Что в Томске Это Предельно Высокая Концентрация Сикшопов На Бюджетеле Очень полезно Ну Их Много Да Действительно Их Много Да Их Много Если Задуматься Заметно Встречаются На дороге Бывает Я предлагаю Устроить Небольшую Паузу Как раз Полтора Часа Прошло Нормально Сейчас Одно Сгоняется Зарядка А то Телефон Скоро Задохнет А Ну Хорошо Вот Да Все Эти Наши Штуки Решим Сейчас Я только Заглушку Подготовлю Ох Дрей А ты Ты уже Выключил Нет Нет Сейчас Вы можете Пока Почитать Чатик Пообщаться С ним Привет Чатик Как вам Флекс Очень Флекс Я бы сквозно Почитал Я могу тебя читать Итак Леня написал Четыре смайла Покер Сани Потом Четыре смайла Ох Дрей Потом Ох Дрей Ох Дрей Обратный Ох Дрей Ох Дрей Обратный Ох Дрей Ох Дрей Обратный Небрежный Непрежный Опасный На процесс Семь букв Косяк Я тебе Семен Вот это реально Саня Утягивает Косяк Типа Это не семь букв Но я просто сказал Косяк Это Возможно Да Возможно Я использую Какие-нибудь В одном В ваших Магазинов Косяк Да Косяк Да Может Не надо Небрежное Нанесение Тема Паста На процесс Не называется Отдельным Термином Это называется Только если Ты Саня А Чё Первые Три Буквари Потому что Это он в чате Пишет Да Первые Три Буквы Бук Вообще Не понимаю Про чё там Саня Который Саламандр Я тоже Не за всем Так Ну в принципе В принципе У меня Всё готово Да Так Ну ладно Увидимся Через Пять минуточек Чатик Не забывай Копить Фейту На Всякие События В игре Или же На Глобальный Ролевух С чатом Тогда да Ты реально Мы В эфире Отличительные Черта Пластическая Хирургия То есть У меня лицо Как после Пластической Хирургии Привет Мы продолжаем Итак После того Как наши герои Эпично Соблазнением Пактически Угнали Вертолет Удзайбатцу Позаимствовали 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 Да И он обратно Вернулся После чего Ещё долго Будут ходить Легенды Он обратно Вернулся Погоди Он не подождёт Нас Нам Как бы ещё В обратную Сторон Лететь Нет Они Слишком Расстроганы И не могут Тут ждать И поэтому Хочется улететь Конечно Мускулы Андрея Это хорошо Но это не Две шестёрки Поэтому Иди Вернулся Ну блин Это было Тринадцать Да Итак Вы высаживаетесь Перед собственно Самым крупным Зданием В округе По размеру Оно Не уступает Иногда Даже и Перегрывает Некоторые Рядомстоящие Фабрики Единственное Что их Отличает Это Огромное Количество Всяческих Не самых Так сказать Настраивающих На трудовое Настроение Вывесок Хотя Конечно Не призывают Потрудиться На несколько Другом Смысле И Стайки Девушек Которые Стоят Воколо Его входа И призывают Под нее И рабочим В том числе И вам А когда они Видят Андрея Они едва Не падают В оборок Все одновременно В общем-то Видимо Вам туда Прямо Внутрь Окей Я пытаюсь Не полить Ты хочешь Делать Эту Эту Нары Она бы Офигела Ну я Хочу Да Я вот так Шарфиком Прикрываю Лицо Напяливаю Шапку Поглубже Вот так Вот О И Худза Я думаю Некоторые Когда ты это делаешь Девушки Не узнают Твоё лицо Но они Тащатся С твоего стиля Даже некоторые парни Которые там стоят Тоже тащатся С твоего стиля Я Отставлю Челочку Вот так Чуть-чуть Один Один Лоскатый Челочки ВСО Я Одной Из Девушек Песвистываю Типа Эй Как дела Я Знаешь Даже не прокидывая На соблазение Просто так Подхожу Здравствуйте Уважаемый Вам Совершенно Идет Это платье Знаешь Что вы Находитесь В таком Неподобающем Для вашего Статуса Месяца Она Просто Тает у тебя На глазах Пропускает Твою Насмешку Мимо ушей И Подожди Я там на волю Сейчас прокину На меня Вообще Никакую реакцию Да Сейчас Нет Понимаешь Нет У тебя даже Нет мускул У тебя нет Металисических Строчков Интересен Я там уже Под них Подрославил Там видно Что Обвис Чуть-чуть Рубарош Она Вполне Стойко выдерживает Твои нападки Но все равно Очень тобой Интересуется Пнуть Такаши Под коленку Ладно Не подкатились Помните Что вам нужно Зайти внутрь Просто взять Что-то Нет Ты хочешь Я тогда Ответ Накидай Киду Так Саня Кидай за Саню Окей Я сам кину А Ладно Ты можешь Если не доверяешь Можешь Нет Давай кидай Ты Ладно Я забыл Просто У меня 8 Из 7 Получается 8 А это Встречная проверка У тебя Бонусов нет Да Да У меня просто 8 Андрей У тебя есть Бонусы? У меня Есть Просто Айкидо Изученное А Ну изученное То есть иногда Кидай Приволей Плюс 2 По идее 6 8 8 Но у меня Без бонусов 8 Я побеждаю Да Погоди А вообще По-моему Там наоборот Правило Что у кого Это Вкачанное Тот И Круче Я Под НД Судил Я не знаю Я думаю Когда Блин Как тебя зовут Та Три Секунду Такаши Айкидо Меня зовут Акаио Когда Когда Акаио Со всей злости Пытается Пнуть Такаши По ноге Такаши Элегантнейшим Образом Отворачивается И Успевает При этом Так Погрецовая Своими мускулами Что все Женщины Просто падают В обморок Это Не Криджи Успех Чтобы Грецовать В полете Ну Поэтому Ты и не повалил Его на землю Одним ударом Как он Грецовать В полете Потому что Ты все таки Кидал на Айкидо Соблазнение Моя система Мои правила Что хочу Ты делаю Я говорю Уху Удорвался Так Я Просто Просто Прохожу Мимо этих Двух И закажу В здание Заколебали Ну а что ты хотел Тут Бляд Встретился Джентльмен С Гопарем Ну вот Как раз Выйду Когда они Уже закончат И с победителем Отправлюсь Доставлять посылку Я Я Возьми Кричу Что-то Вообще Нечленораздельное Типа Че ты Не мешаешь Будил И вот Подобные Какие-то Вещи Ах Так Значит так Да Хорошо Хорошо Я Отходя Ладно Прошу прощения Что Несколько Помешал В ваших Не совсем Успешных Делах Ох Ё-моё Ну ладно И что Ты будешь бегать С ножом За этим Джентльменом Или что Я Смотрю на него И я Сжимаю Кулак Очень сильно Знаешь Прям До Белого В костяшках Но Убираю Нож Плюю Ему Прям Под ноги И иду В эту Нет Ты должен Был Водить Него Нож Он должен Остановить Нож Руками И ты должен Был Такой Типа Оооо Он должен Идеальный Джентльмен Биток Когда Ты Адов Сейчас Подождем Флекс Так Ну Вроде бы Я вас Слышу А А Хорошо Допустим Что ж Когда Ты Убираешь Нож Я думаю Некоторые Девочки Которые Потянули Сумочку За шокерами Пистолетами И дубинками И благополучно Их отпустили Итак Вы Рано или поздно Так сказать Вы Проходите Внутрь На Входе Так Как бы Это Я никогда Не бывал В такого рода Заведениях Честное слово Поэтому Если В чате Найдутся Эксперты Которые Меня спешат Поправить Ребята Пожалуйста Поправляйте Очень интересно Тебе Поправят Он знает Все об этом Я уверен Вы давно Вернулись Ничего не Зашли Я предполагаю Там просто Стандартные полки Любого магазина Но просто Набитые Нет Погоди Это 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 Все Вместе Понимаешь Там Есть Все Наверное Там Какая-то Прихожая Или Типа Того Да Я тоже Думаю Там Входное Помещение Стоит Сразу Стойка За которой Стоит Очень Миловидная Очень Открыто Глядящая Девушка Налево От вас Небольшой Проходик В самом Отделении Магазина А прямо Дорога В большой Зал Где Творится Полная Воконали Ахиней Ну В общем Наверное Представляю себе Это Примерно Так Ну И там Маленькие Комнатки Чего Там Такое Ну Короче Сами Думайте Немаленькие В общем Да Как бы Как Что Назвается Вахтерша Вестные Вахтерши Да Вахтерша Вахтерша Очень Приверкливо Улыбается И подмигивает Ну Ну Че Погоним Я Я напоминаю вам Что вам Пришли Типа Сказать Чтобы От Да Посылку Для Дяди Ямамото А Для Дяди Ямамото Конечно Пожалуйста Вам Туда Она указывает На отделение Магазинчика Отложенное Слева Хорошо Окей Приверкливо Меня Прерывает Я так Смучу по столу И смотрю на него Очень злобно Я хочу На внимательность Прокинуть Чтобы Просканировать Местность На наличие Ловушек И прочей фигни Так Ну Кидай Кидай Ну Как бы Ладно Как бы Класс Сразу Могу Сказать Что Это 6 из 5 Плюс 2 Из-за Параболического Уха Ну Ну В общем-то Кроме Некоторых Слегка Мужиковато Выглядящих Девушек Ты ловушек Дрюшнее Параболируешь Я про себя Такой Все чисто Идем Как детектив Типа 11 февраля Я зашел Я знаю Я пытаюсь Пытаюсь Держаться Около стенки Так Бачком Бачком Посознавая То Что Здесь Где-то Ловушка Прокиньте На силу Болись Чтобы Не засмотреться Окей Ладно Кидайте Да 6 из 7 Понятно А как вообще Это Из скольки Определяется Смотри Если у тебя Сил Проверка Такая Если у тебя Навык Вкачан Надо Преодолеть 5 Если навык Не вкачан Надо Преодолеть 7 Андрей Ничего Не преодолел Это 5 Из 7 5 Ребята Вы Тимок Можно я Скажу Я Короче Я Заметил Ловушку Я Напрягся Я Я Иду Не отрываю От него Взгляду Просто Вдоль Стенки Да Я думаю Ты попал В ловушку Твои Сокомандники Могли бы Увидеть Что-то Подозрительное Если бы Они сами В это Время Не засматривались На всех Близлежащих Вокруг Алло У нас Проблема Еще немного Ему телефон Разрается Блин А ты Он Нет Ну Надо Пошурее Будет Так Давай Итак В общем Да Проторчав Какое-то Определенное Проторчав Примерно 8 минут Просматривая Все что Здесь Ничего нет Вокруг Вы Наконец Собираетесь Силами Хлопаетесь По щечкам Нет Она просто 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 Похожа Вот Да Прямо у нее За спиной Находится Дверь Видимо Какую-то Еще Более Подсобку Ну И Естественно На полках Там Везде Вокруг Развешены Надеты На манекены Всякие Различные Товары Саня Можешь Переворачивать Тут Проблем С другим Будет С тем Что у меня Штурки Дотягиваются Адекватно Да В общем Множество Разных Штук Если Кто-нибудь Заинтересован Вы можете Что-нибудь Тут поискать Например Какой-нибудь Определенный Товар Если вам Очень Нужно Мне Ничего Не Нужно Разве Что-нибудь Похожее На Знаешь Высовывающиеся Когти Ну Как бы Сказать тебе Давай Хорошо Давай Я кину Д12 И мы Посмотрим Пиди Один Сколько Ты Выкивал Я Вообще Намеревался На 2 Дубля Но Знаешь Это В общем Когда ты Осматриваешь Все полки Вокруг Ты Прям Оборачиваешься Зонируешь И слушаешь На предмет Когтей Стараясь Различить Вибрации Стоны Убрать Из поля Своего Слуха Ты напрягаешься и ничего не видишь, но видишь чертовски похожие перчаточки в форме кошачьих лапок. Я хочу их спереть. В справедливости ради, когти выглядят очень острыми. У меня есть просто гениальная идея. Я, короче, хочу их спереть и напялить на свои сюку-когти. Это звучит очень гаранжово, так что... Кого? Какие когти? Ну, у меня сюка-когти, которые как кастета, но когти. Вот я хочу сделать их красивыми. И беспалевно выйти с вот этими лапками на руках. Не на руках, нет. Почему? Я их просто в карман засуну. У меня же подкожный карман есть. Ну да. Итак, я думаю, ты тогда можешь пихнуть кого-нибудь и сказать, типа, иди поговори. В общем, пока Такаши и Акаю подходят к... Видимо... У вас же нет таких каких-то? Ничего отойти? Нет. Ничего никаких отойти не надо. Хорошо, хорошо. Возможно, бита с элитным уроном по определенным числам. Такаши, пофлякся мускулами. Давай. Просто заблуждение. О! Красиво. Что там, Д12? Да-да-да. Я просто рассматриваю 7 странных. А почему вы 2D6 называете Д12? Это разные вещи вообще. Я не знаю. Ой, простите. Ну я так, потому что я дурочек, видимо. Ну что ж, ты довольно успешно флексишь мускулами. И продавщица, которая, ну, справедливости за свою жизнь видела немало. Она весьма заинтересована смотрит на тебя. Что там какие-то коготки, которые какой-то Гранжи Е кудзу спирают? Так, мне не надо прокидывать на скрытность, там, получается. Прокинь... С плюс 2, там, получается, от Такаши каким-нибудь. Да. Три плюса тебе надо выкинуть. На два кола ты, как бы, отлетаешь. Восемь. Ну вполне успешно. Ты просто мастерски ставишь их в свой подкожный карман, нехидно потираешь его снаружи, и я точно ничего не сделаю. Так, сейчас тогда, сейчас вернусь. Продолжайте. Ладно. В общем, продавщица ставит голову на свои ручки и так моргает тебе андре глазками. Она явно тебя очень заинтересована. Продавщица контента, того самого, да? Да, продавщица, ну, продавщица, как бы, да, контента. Вас опрали сюда, например, чтобы вы взяли последствия. Я такой подхожу, уважаемая, а вы не подсказывайте что-нибудь особенное для нас? Что за звук? Эти двух недалательства из кладовки. Она говорит, ой, извините, это наш особый клиент. Эээээээ. А вы, что вы предпочитаете? А я уже видел, что Ёши там закончил, уже забрал всё, что он хотел Думаю, да, ты оборачиваешься Я хочу взять какую-нибудь штуку с полки и, короче, кинуть в Такаши И сказать, типа, мы за этим пришли Там какая-то продолговатая штука Если Саня закинет в фейту, я даже знаю Биток, никто не узнает, что будет, если Саня закинет в фейту Нет Саламандер Так, всё Саламандер кидает в фейту Биток, да Ладно, по своей просьбе из чата, видимо Акая Хватает что-то Первый попавшийся продолговатая С полки Кидает это в Такаши, да, я правильно понимаю? Ладно Это достаточно близкая дистанция, поэтому Такаши удивлённо ловит его и, наверное, довольно удивлённо смотрит Типа, что? Продавщица достаточно удивлённо смотрит на вас обоих Что ты прикажешь мне с этим делать? Я... Я подхожу и говорю Ну развлекись я, пока мы ждём Я так... Я так... Я с таким, знаешь Совершенно Неразлучимым лицом передаю Да Кажется на волю, слышь? Надо поднять на волю Это просто на воле, так Я думаю, вам обоим надо И тебе Три-три Андрей, ты не прошёл Это ж воля вкачана? Оп Я... А, а? Во-первых, она вкачана Да, ты прошёл, хорошо Продавщица... Ладно, продавщица, она достаточно стойкая, она здесь давно работает У неё есть бонус к воле Она трясущимися руками Берёт её И удивлённый поднимает на тебя голодай Я спрашиваю, вам подарочную упаковку? Смотрите, как он не делает. А сколько она стоит? А у меня тут есть табличка для ценности предметов вообще. Да, да, да. Подожди, подожди, кидаю соблазнение. Или нет, а цена из других предметов там 50 тысяч минимум. Нет, там... Ну там же есть эти, насколько я понимаю, распространённая штука. Не кинул, не кинул. Там минимальная вообще стоимость. Что ж, когда ты пытаешься в очередной раз пофликсить мускулами на продавщице, она поднимает от тебя глаза и понимает, что вообще-то все порядочные мужчины на земле уже вывелись и остались только, ну... Ну такие. Альфонс. Да. Либо... Либо то, либо другое. Да, так, подожди. Короче, она... Я думаю, возможно, в какой-то момент у вас в мозгу вообще-то порассказали смысл, что вы сюда пришли не за этим, но... Ну я как бы, я об этом уже говорю уже несколько минут. О том, что мы как бы тут ждём, как бы, когда мы возьмём... Я понимаю, что она не это... Флексия, флексия. И у меня, знаешь, там на 4 пробосил. Просто у меня какой-то там мускул что-то заклинил, из-за этого флекс не сработал, она не совпустился. И ты... Простите, нам нужно пройти по делу. Хотя так заклинившим мускулом... Если что, это... Стоимость случайных предметов определяется... Вот самая дешёвая, товар общедоступен... 10к у нас на 6. Ага, 10к на 6. Ну... А это бы хрена чего-то для такой херни. Ну... Там нормально, почему? А ты думаешь, это из дешёвых штук? А сколько элитные фигни ты кинул? Да, вообще-то район довольно дорогой. Ладно... Мы... Мы уходим, как говорится, оттуда с заклинившим Такаши. Подождите, прошу прощения, а по какому вы делали? Ты будешь кейли назад пройти, или что вы хотели? Мы же... Нас же куда-то там пропустили. Ваш товар лежит вот там. Идите забирайте. Вы пришли сюда. И начали воровать всякие... Ааа... Ааа... Ну, я-то это по пути делал, как бы. Да... Это ужасно. Я просто не понял. Ну, я как бы увидел, что Такаша там что-то флексует, И я решил у него кинуть, потому что мы сюда не за этим пришли. Ладно, идём уже, господи. Зашли и вышли. Да, ну да. Сколько... эээ... Саня, я точно знаю, что в меся... Нет, по-моему, в неде... Или в день. Короче... Эээ... Рабочий может прожить на десять тысяч к... Десять к... Десять тысяч к... Десять тысяч к... Там, типа, цена на жизнь есть, да. Да, но я не помню, это в день или в месяц, типа. Сейчас... Ээээ... Аренда жильё... Да... Неделю десять тысяч. Не-не-не... Не аренда, а именно образ жизни. Да, образ жизни, да-да-да. Неделю десять тысяч. И как? Она спрашивает... Ага... Ладно, прошу вас, она... Привет, Артур! Открывает... Я... Открывает... Открывает перед нами дверь... Я понимаю, она подаёт эту пигню. А... Ну хорошо, она заходит... Она... Кладёт то, что вы его подали на стол. Говорит, минуточку. Открывает дверь, заходит... Там... И слышат какие-то... Крихи, охи, вздохи. Вопросы... Блин, где оно? Давай быстрее! Он от нас убьёт! После чего она... Слегка... Растрёпанная... Возвращается обратно... И подаёт вам... Загадочную... Чёрную... Кубическую коробку... Размерами примерно... Ну... Небольшими размерами... Типа... Ну... Со... Со что? Размером со что? Вот... Вот представьте, как... Вот эта книга... Это настоящий продолговатый предмет! Вот такая... Ага... Вот такая... Вам видно, да? Чё... Чё делает сами там? Я не знаю... Сами там флексий... Ну, это типа сантиметра примерно на 20, короче... Во все стороны... Окей, ладно... Ну... Я беру... Она вам её подаёт, да... И говорит... Передавайте наш предмет... Мистеру... Аа... Непременно... Ухожу... Вы приходите ещё? Да-да... Я так поправляю заклинившую руку... Уже наконец-то расклинивая... Конечно же, уважаемая... Что... Да... Ладно... Лёня, пока ты выходишь... Ты видишь, что... Та самая ловушка, на которую ты мне... Ты насмотрел 8 минут подряд... Кажется, нашла себе жертву... И сейчас... Мила трётся около какого-то... Заблудшего рабочего... Я как только выхожу из магазина... Надеваю лапки... Ха-ха-ха... 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 Нам нужно прокидывать волю там... Чтобы не открыть коробку... Ну... Вы можете её открыть... А можете не открывать... Мне... Не нужно... Ну... Да... У меня воля... Так, конечно же вкрачена... Никто не пёр... Сейчас возможно... Когда ты, Лёня, возишься с лапками, проходящая мимо стайка каких-то неформалов, одобрительно замечает икивает тебя. Я так говорю. Теперь просто так не движется пещера в Майне. Классно. Итак, что мы имеем? Вы стоите. Вот. А, ну где вы её знаете, если не да. Вам нужно набраться туда же, где вы и были. Собственно, возможно, как вам известно, наверное, вам известно, раз вы живёте, во Велосоке существует не только мост, но также и всякие речные штуки. Например, ну типа как паромы, катера и другие способы переправляться через залив. Так что вы можете не торчать на мосту. А можете, типа, можете не вырвать вертолёт, можете не торчать на мосту, можете просто... Если найдёте удачный порт, где его переплывут. И что-то мне подходит, что порт находится где-то вот здесь. Вот это здесь. Угу. Ну и вплавили как. На, мы вышли, я могу это... Подраздеться. Как наоборот же вроде, по-моему, типа, наоборот это делается. Ты понимаешь? И раздеваешься. Нет, там, понимаешь, там людей много. Нет, они так есть. Там камеры. Балевная. Мы идём к парому какому-нибудь, да? Ну да. Да. Если у вас есть какие-нибудь контакты, вы можете попробовать набрать кого-нибудь прям по пути? Учёный, наркоторговец, молодняк из колледжа. Ну? Молодняк из колледжа, который... С местной банды, боец, якудза, сутенер. Кстати, вы могли бы... Почему не использовали его, да? Почему не использовали сутенер, реально? Что ж, Фаню, у тебя кто-то есть? У меня только уже в Ларис, говорю. Угу. Ну, молодняк из колледжа, может быть, может подрабатывать по пароме. Да, ну, и ты можешь попробовать прокинуть же дело. Эээ, хау? Я, пиноку. А, там есть... Если б ты сказал, как. Да, там есть 2 до 6 таблица, типа, которая определяет дать тебе инфу и всё такое. А-а-а. Я сейчас, если её найду... По положению сведений. Ну, это будем считать, что это сведения, как бы, сведения... Только польза. Только паром. Неважно. 2 до 6. 13. На 13 чё-то ничего хорошего, по-моему. На 13, в общем, пока ты созваниваешься со своим молодым человеком... Да, у меня, кстати, есть телефон. Вы вообще покупали все телефоны? Ну, деки, наверное, какие должны быть. Там деки надо отдельно покупать. Я купил себе мобильный телефон. У меня ничего нет. Я вообще ничего не покупал. Я отожмусь. Я позаимствую. Знакомый... А давайте спрокинем. Экста... 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 Браброс на пол. Экста... 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 такое короче покажу я договорился диалоги хорошо что у вас нет таблицы биток биток ты выкинул мы сейчас мы как бы берег в зоне видимости пока нет пока вы так как не вы идете пока вы идете вам бросается группа детей которые играют на татуаре среди каких-то ну вы идете по пророчному кварталу вы уже выкучили с той улице главный улице развлечений в городе по пророчному кварталу дети какие-то играют на улице с грязными коробками продолговатыми коробками из-под чего-то типичные короче дети районе да короче пофиг абсолютно абсолютно пофиг да как бы мне ждали целая куча таблиц которая пробрасывается на то что вы видите на дороге я же должен и бросать конечно конечно военный скажешь когда можно будет когда в зоне видимости окажется берег хорошо я думаю вы выходите спускаетесь чуть пониже вы идете вы идете вы проходите вот так спускайте здесь это территория него слишком много воды этот конкретный квадрат поэтому здесь какого-то особого застройки нет просто портовые здания до 1 берегов вы спускаетесь видите перед собой на вообще довольно загруженный порт поскольку это один из главных как бы портов владивостока но также там как бы в сторонке есть пара до 10 паромов которые прикрываются туда-обратно это это делает таскают очень грузы по заливчику берег за ними месте а там есть какие-то гражданские или типа сейчас давайте-ка пробросим пробросим шестерка да да хренище слушай угодно есть где смеленник студентик и его на сколько не видишь пока что внимательность внимательность об так это 4 плюс 2 как бы 6 из 5 ну ты внимательно осматриваешь и вроде как его не видишь и в душу к тебе захорадываются какие-то нехорошие подозрения так я его набираю опять я хочу узнать что как я есть какая-нибудь из этих лодок насколько они легкие для того чтобы их угнать как они кидай внимательность наверное вождения в данном случае сейчас погоди это 51 сатоши сатоши мы же договаривались где паром а паром а мы договори а паром сейчас нужен сейчас нужен паром чел такие дела ты сатоши сатоши ну ты ты же понимаешь что это ты не это ты не понимаешь начинает болтать какую-то абсолютно бессвязную хрень сопровождаемый периодическими скриками и как разговорами на фоне после чего бросает трубку видимо я сейчас явно не до паромов сатоши слился семь из пяти если что семь из пяти ну стоит парочка таких лодочек которые наверное можно попробовать угнать я пленю на землю и говорю да не пленя тут твой сатоши погнали и веду их к одной из тех лодок которые легко украсить пока вы подходите пока вы подходите у кого кстати коробка у меня рубка хорошо пока вы подходите вы видите на пристани подозрение трущегося вокруг пятерку пятерка это агенты заебаться ну конечно я хочу я хочу вы шепнуть ему типа идея сблищик сблищи пока они заинтересованы опять безразлично они какие-то портовая охрана может никто это сделку мега корпус здесь ну в общем ты просто страны видно как просто идет так расправляя плечи блин такая же ты должен был этот доктор лифси из советского итак ты троллил сейчас или нет нет это я это я другой роли роль ты и сейчас они прекращают все свои дела и основа заинтересована смотрят прямо на тебя здравствуйте уважаемые а вам не приходилось ли слышать о мяснике из ладик очень некомфортно приблизился только твой рот был виден да а а а что могли бы вы помочь мне с моими друзьями пересечь эту реку Тихо ты, Акай! Нормально, пусть подгонят яхту. Я как бы уже ушел туда, в лодку. У меня есть уже плохое предположение, что это за лодка. Нормально, нормально. Ладно, продолжаем работу. А, погоди, я хочу прокинуть на скрытность, чтобы быстренько пробраться за Акайю и сказать им уливать оттуда, пока Такаша договаривается. Рефери? Рефери от тебя не слышат, он чем-то зажает. Он вообще отъехал куда-то. Черт, это четыре из пяти. Я особо так пробросил. Блин, рефери убежал. Рефери вернулся. Рефери вернулся. Рефери вернулся. Я прогонял. Там Ёша прокидывал на то, чтобы скрытно подойти ко мне сзади, пока я в лодке, и сказать, чтобы я уходил оттуда, пока Такаша договаривается. Но сделал это безуспешно. Четыре из пяти. Ты, как бы, уверенной походкой, не скрываясь, подходишь к человеку, который только что влез в лодку и говоришь ему, уходи отсюда! Ага, еду опять за 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 пшул отсюда! Дружище! Да! Возможно, пара человек, которые видели, как эту лодку пришвыртовал сюда абсолютно другой гражданин, несколько удивлены смотрят на вас. Я... Агент за ипасу тоже обращает на вас внимание. И... Я хотел покинуть на убеждение и сказать что-то типа... Ааа... Чел, да я только что эту лодку купил, чё ты мне тут загоняешь опять? Э-Э-Э-Э-Э-Э-Э-Э-Э-Э-Э-Э-Э-Э!" Вы сейчас говорили очень громко, всем в общем. Да, ва-можно? Убеждение против убеждения. В смысле? Я просто... Я всё равно выделал три. Я думаю, если вы пытаетесь воздействовать на толпу, то наверно да. Я бы делал три из семи. Ну короче не особо вы убедите. Так, я... Я... Тихо, щас. Десять из пяти? Питье? Опять за своё таблетки забыл принять, шас отойдём. Такаши обо всём договориться. Я похлопываю тебя по плечу и пытаюсь направить к Такаши. Пока он тебе что-то поманит. Я только что совершенно честно и законно абсолютно купил эту лодку прямо сейчас. Да, неправда. Нет. Я толпе показываю, типа, всё в порядке. В этот момент я, наверное, уже заканчиваю переговоры насчет лодки. Да-да-да, всё будет лучше видеть. Опять кто-то кому-то позвонил, кто-то кого-то испугал. В итоге эту лодку нам и подгоняют. А вот же, прямо здесь, любезно провождаю вас к лодке, из которой ёжи пытаются достать ручку Акаю. Пьёт ёжи ЦК, и мы разворачиваем обратно их. Акаю, я же говорил, так аж да всё забазарился, нормально. Зайбатсу спрашивают вас, вы доберётесь сами или вам помочь? Они могли бы вы заодно придумали на... И говорят, сами доберёмся, и прыгаю туда, не доставая руки из кармана. Видимо, мой друг хочет сказать вам, что всё-таки он сам сможет провести лодку. Большое вам спасибо за помощь. А? А, чёрт ты должен. Запрыгиваю в лодку. Зайбатсу спрашиваю, офигевше смотрят? Да-да, спасибо. Вам спасибо, вам спасибо, всё, мы уходим, да? Да, хорошо. Спасибо, что забрали на стол, она всё равно нужна, да? Не знаю, что сиделось. Отъезжаем, и через пять минут лодка взрывается. Нет, я знаю, что напоследок так ухожу, флексия мышц. Ну что, Саня, прокидывай вождение, чтобы не утопиться. Да-да, вообще, не проблема. Куда плывём-то? Куда плывём-то? ВООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООК Да слышим, мы тебя слышим. eventuallySETAMB Нормально-мально, не стони. Там просто БИТОК, он на секунду проседает, там народ даже не замечает это. У меня-то просто я несколько секунд вас не слышу, я хреном вас слышу, у меня это показывается. А! И так, просто- Po&o Понял. Это, пока мы едем, я хочу, как настоящий икудзо, встать на край лодки, типа, типа, сейчас покажу, типа, вот так вот, у меня шарф развивается за день. Противно, на ловкость, наверное, наверное. У меня внутренне ухо, если что, мне не надо пробросывать на ловкость. Да, ладно, понял, тогда ты эпично красиво стоишь в лучах заходящего солнца, и все окрестные баржи, которые нагружены работящими мужиками, уступают вам дорогу. Я прикрываю лицо, чтобы меня здесь в случае не узнали. Да, они совсем точно не узнают человека этого, да, вообще, другой лист. Я хочу, используя свое макрозрение, смотреть, что там на берегу, и понять, где там по... где хреново, а где не хреново, где нормально. Ну, ты на самом деле, что за то время, что вы провели, пялись на кого попало, довольно все перестало быть хреновым. И кажется, полиция больше не коняет никого дубинками и не отбрасывается от снежков. Разогнали, так сказать. Да, все поразгоняли, так сказать, бунты успокоились, вояки подстреляли, светофоры вновь работают нормально. Возможно, в целом, куда бы варима можно причаливать. Ты заводишь лодку в порт, аккуратно поневремяешь между парой рыбацких... А может, вот в этот порт, чтобы прямо напротив этого? Нам же вот сюда надо. Прям напротив, но... Ты делаешь эпичный вираж около порта с гранжером, стоящим на твоем носу, разворачиваешься и продолжаешь путь. Я помахиваю такой, типа... Понятно, понятно. Позер. Ну, я же... Я же должен поддерживать репутацию Икудзе. Они видят, что там этот флексит на носу, и там рядом, неподалеку... Я так... Я жду свою репутацию поддерживать. Если бы... Я еще не придумал, что делать вам с вашей скрытностью за это задание, но, если честно, я меня не впечатляю. Ну, ладно. Так, вы вот, конечно, приставите в порт, делав пару виражей, не клоняясь от выходящих из него судов, а Кайо тщательно... Ну... Скорее выбрасывайте лодку на мель, ладно, будет справедливо. Почему вы выходите, отряхиваетесь и спокойно поднимаетесь, собственно, на бережок. Ну, на пристани. Так, что там на пристани? А там, между прочим, еще один производственный район. Шок без махи. Давно не видели. Да, как бы только что тут подружу. Тихо. В котором, между прочим... Эээ... Сейчас, что? 2-4-4, понял? Какая-то хрень снова происходит, очевидно. Эээ... Эээ... Ну, хорошо, у наркоторговцев конфликт с бандой из-за паранойи. Ага. Эээ... У меня есть иконтакт наркоторговец. Видимо, один, что есть. Других, но это... Причем банда... О, это же ваши старые знакомые. Мазанная церковь. А чё они? Они только что кошмарили в мост, и теперь они сюда перешли до хреньа. Тяжелый район из полиции. Сибирн и accompanist район, 得е.. Они заработали недоверие от наркоторговцев, говорят, а я эти человека.. Тяжелы просто ходят по городу, кошмарят всех матрыт. Тихо. как бы нормально в общем на самом деле это такой же конфликт затихающий скорее всего только если вы забежите какой-нибудь там наркопритон вы найдете там вояку который цепится с торговцами городское выживание покинуть чтобы если чтобы обойти все наркопритоны да в общем да даже такого ничего нету просто господи вы даже не потребуется имея просто этот навык я думаю не кидайте стишки в омоновцев и все будет нормально так сказать вы успешно кстати вы как вы выходите на пристань и хотите поймать автобус там или пешочками такси . . . тут недорого наслаждаясь заходящим солнцем которым скорее всего не видно из-за того что огромными восторги приближдают вам закат заканда врачи не едва ничего вы проходите по тихим улочкам проходите проходите производственным районом видите там что вы там видите интересное скорее всего нет что это вы было 45 на 45 вы видите абсолютно вы видите например роскошные апартаменты кстати говоря построены недалеко от производственных районов белые прям такие кристально чистые уникально красивые идеальные биток был битова нет но я я про пропадал так что не знаю о чем вы да фортаменты роскошные говорим хорошо возвращаясь вы вполне спокойно находите в район за то время что вас тут не было бунта уже поутихали всех опинали как бы полиция славная работает хорошо на что не стоит жаловаться так это ли на полицию приятелые дяди масках вам улыбаются и снимают свои шляпы скорее маски как раз таки будет прохожих под надеваю шарф вы вы наконец-то спустя долгие часы мучений страданий и угонов вертодов возвращайтесь туда где вас оставил мистер его мото это старый просто маленький слегка задребанный бар с двойной дверью из которой вас выставили я хочу в карманах я просто хочу ногой открыть дверь которая ведет к нему кабинет пара каких-то пара каких-то изысканных богачей которые внезапно сидят за сосним столиком не догадят его жесть и так значит он такой входит дверь после этого закрывается после этого совершенно элегантно захожу я верите что я которые к нему в кабинет а не сам хорошо тогда когда кабинет проходите заднюю комнату спускайтесь по лестнице и ты эпично выбиваешь дверь с ноги я буквально проскальзываю за ним как тень как тень с этими куготочками да 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 мистер немало то все щитить на месте и пока вы в очередной раз проходя сквозь этот туннель и коридор уже и там до сральное ведро стоит так начать я в общем-то достаю эту коробочку дядя мода протягиваю Мы выполнили ваше поручение Толстыми пальцами, которые скорее даже не садыльки, а докторскую колбасу берёт, эту коробку Как Мошу Мы приняты в банду Что ж Он Он просто Польбо Да, непонятно каким образом поворачивается и ставит её куда-то в сторону от себя за свой стол Поздравляю вас, господа, вы успешно прошли моё испытание Думаю Конечно Это так и было задумано Откуда-то из-за его сладок вы слышите ехидный смех Приглушается так очень сильно всем жиром такой изнутри Когда лидеры ваших бан доложили мне, чтобы вас неплохо бы проучить Я сразу заприметил эту знатную троицу Я подумал, что не гоже просто так списывать их со счетов Возможно, они смогут послужить Какому-нибудь более полезному делу И тем самым Пробравшись в сердце города Практически без происшествий Тут к нему подходит один агент Трогает его за плечо И протягивает ему какую-то кибердеку Он берет её Листает пальцами Несколько секунд Биток Биток Нет Биток Биток Пишет Саня Требу повтор, да На словах про без происшествий Агент подходит к нему Дает ему какую-то сводку на электронной деке Для читания Протягивает ему Он её берет Смотрит на неё Чем-то как он читает Пролистывает своими толстыми пальцами Рефери Да что Я могу Отойти куда-нибудь в тень Скрытности Блин Ну это достаточно маленький кабинет На тебя смотрят Как минимум двое его охранников И сам мистер Ямамото Поэтому Ну два дубля Выбросишь возможно Хорошо Посмотрим Шакалы Чёрт Чёрт Ровно пятёрка Ты Боязливо ищешь какие-нибудь тени Но понимаешь что Лампы в этом кабинете Выставлены настолько искусно Что ни одного тюмного кабина Просто нет Хорошо Тогда я Под пиджаком Начинаю тихонечко Аккуратненько шарить Руками Нащипываю гранаты Газовую маску Вау Вертолёт Лок Что за кибервуфля Спрашивает Саня Кибердека это типо компьютеры переносные Такие Да Скорее как это Маленький планшетик были чтения данных возможно любой из ваших лидеров на моем месте приказал бы немедленно убить вас на месте за такие дела но знаете что вы мне нравитесь так потрясающе и феерично забрать посту простую посылочку твоего старого друга такого я уже давно не видел ваши навыки определенно пригодятся мне в некоторых моих последующих делах поздравляю вас друзья с этого момента вы официально приняты в команду мистера ямомото он протягивает вам свою толстенную руку чтобы пожать и при желании вы можете все строим и одновременно пожать он говорил в течение 10 минут хотя бы ну я не знаю я как бы все это время стою закрытыми глазами в этом кабинете у него имплант на быстрый сон по плечу и протягиваю руку дяди его мото дяди ему вот а что в коробке вопрос ради чего все это было мы столько пережили я вижу эту информацию действительно интересно и знаете я могу вам сказать но к сожалению у меня есть для вас еще одно поручение можно после этого мы сможем действительно поговорить на равных и дяди его мото приветливо вам улыбается зацел до зацел в итоге у нас была была между между акаи такаш ну и ешь акаи такаши ух нифига себе в субботу кей форши там 3 за 3000 можно будет персонажа заказать да ну чё саня опять прослал все монетки 3360 они не быть тебе евреем саня ну ты и ты же прошлый раз хотел закинуть на персонаж лжет кто насчет чего да непонятно непонятно я всего 9600 кинул вообще в общей сложности наверное ну вот тут пишет его в общей сложности наверное это в общей в общей те он это да удобно действительно врет все еще ты в прошлый раз хотел закинуть на закину туда и в этот раз тоже ну ты конечно да а всего 5 900 900 всего закинуто всеми да мы 30000 поставили насколько так хочется таймер у нас стоит на весь осталось два месяца дней ну как бы все шансы у них до собрать как да кому-то мы его можно собрать тупо один саня если вы каждый смотреть и кидать но это каждый стрим тупо кидать ничего кроме этого не делать ну пока что на минуте делает у нас там нянк это немного текста для тетика за успешную партию так ну и чё у нас у нас успешная партия но у вас теперь получается я бастерский сделать клинфэнга да прям поэтому прям по-геймски теперь вам придется проходить дальше и дальше врать вертолет чтобы узнавать что же было прекрасно прекрасно кто это был которому которому я крышу повредил это был точно надо бы записать на будущее еще один враг да да так чел которому саня за сами крышу тире мускулистый понял никто никто же не знал что это мы лет забрали это просто заебаться что-то там летают что-то там на лодке у нас это у нас лодка теперь припаркованная есть да кстати у нас есть своя лодка вот поэтому и не надо было просить чтобы они оставались подавали там кому-нибудь это теперь у нас своя лодка ваншот имеют продолжение ну это серия ваншотов это как это вертикальный сериал может быть на самом деле изначально планировалось то делать что мы просто будем да тупо собираться тупо на рандоме генерировать события например на вот так у меня получилось да ну это и было сейчас у В рандоме мы пролетали полкатки на вертолете. Это что-то получается. Мы просто в событиях такие сами придумывали какую-нибудь херню, что мы делали. Ну да, но это и есть идея GD, я считаю, да. После всех этих безвечных киев Форж и Вах, когда тебе заставили 15 кубов и 3 сетбэк дайса, нужно просто прийти сюда, пофлексить мускулами и все решить само собой. Я считаю, это важный отдых от важных игр. Да. Да. Что ж, получается, да, спасибо всем, кто это смотрел, кто тут сидел, кто донатил, кто смотрел на танцы не анкетов, кто загадывал грузик шопы. Здорово человеком, повтором, если будете смотреть этот трешак. Всем вам флексобускулами. Как бы абсолютно флексобускулами, Андреев. Я, наверное, что-то очень близкий в всю катку был, я думаю, надо с этим что-то делать, потому что я прям... Ну вот ты вот, когда начинаешь что-то читать с монитора, ты приближаешься. Особенно со второго ты прям лезешь такой, типа. Да. У меня, конечно, самое приближение было, когда я второй раз к дайбанцу подходил. Да-да-да. Ты буквально такой, типа. Ну, так что... Ох, 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 ох. Помните эту систему, господи, ролевую, где урон очень детально прописан от существа тела? Да, фейтал точно, фейтал. Будем переходить на них в случае чего. Ха-ха-ха-ха. Там квадратные корни и уравнение надо решать при пробросе статов. Чего? Ну да. Да. Там вообще такие системы. Много чего. Там просто все очень продумано. Там есть урон от всего. От penetration даже. Да, фейтал точно. Ладно. Ну ладно. Ну что, придумывай, как закончить рефери. Да, рефери давай. Давай, рефери. В брачном мире далекого будущего есть только дядя Ямамото. Все, спасибо. Удачи. Всем труня. А, погодите, я выключаю. Черт. Всем удачи, всем труня.